Символические выборы. Так выглядит бюллетень. Участникам предлагается проголосовать за блок мероприятий, который больше всего запомнился или понравился в минувшем году. Военно-патриотический, творческий, спортивный, культурно-массовый. Фойе, портреты шестерых участников. Все они студенты вузов или среднеспециальных учебных заведений. Несение знамени Победы в бессмертном полку, участие в военно-спортивных соревнованиях, а также почетное несение поста номер один на стеле воинской славы. Даниил Браш представляет четыре направления своей деятельности. Он учится на строителях в сельскохозяйственном техникуме. Это чем-то похоже на игру формата клуба веселых и находчивых. За каждый конкурс жюри выставляет оценки, а болельщики поддерживают участников. Ситуация у нас следующая. Вы встретили на улице человека, чью жену вы недавно уволили с должности вашего заместителя, который работает у вас с самого начала. Он пытается выяснить, за что и почему вы ее уволили. Импровизация – элементы современного юмора. Здесь же конкурс на знание Конституции. Будущим кандидатам в президенты нужно помнить, что избираться можно с 35 лет, а российский парламент называется федеральным собранием, состоящим из двух палат – Госдумы и Совета Федерации. Организаторы поставили задачу достучаться через понятные и близкие молодежи формы до гражданского самосознания. Как и в нашей жизни. Есть место и юмору, есть место и серьезным вещам. И мы понимаем, что это первая проба. Они почувствовали себя, они почувствовали большую сцену, публику, ответственность за свои слова и поступки в дальнейшем, которые они будут делать. Я уверена, что для наших молодых людей это очень хорошая школа. В домашнем задании на условную тему «Если бы я был начальником», участники говорили о наболевшем, льготных проездных и скидках на констовары перед началом семестров, электронной карте города в специальных терминалах, защите экологии Черноморского побережья, о глобальном, поддержке малого и среднего бизнеса. Студент анапского филиала МПГУ Павел Мирный предложил организовать систему скидок для ветеранов труда в продуктовых супермаркетах. Он победил по итогам четырех конкурсов. Честно, не ожидал, но я просто бесконечно благодарен людям, которые сейчас стоят за мной, передо мной, и людям, которые участвовали вместе со мной в этом конкурсе. Это просто прекрасные люди. Я надеюсь, что в следующий раз мы с ними встретимся, и исход будет совсем иным. Организаторы считают, что мероприятие состоялось, и подобные конкурсы будут проводить регулярно, даже без привязки к внутриполитическим событиям. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.